Настоящая полоса препятствий преграждает путь всем, кто идёт по улице Пионерской вдоль 14-го дома. Миновать её, не промочив насквозь обувь, вряд ли у кого получится. Эта лужа у супермаркета образовалась с приходом потепления. Но когда ударит мороз, легче не будет, говорят горожане. Ледяной каток ничуть не лучше. А ещё совсем недавно здесь нужно было опасаться падающих сосулек. Данный факт подтопления возник из-за нерадивого исполнения ранее выданного предписания. Предписание было какого плана? Убрать лишний снег с крыши данного торгового объекта, который скопился на протяжении нескольких снегопадов. Снег этот был убран, но убран на прилегающую территорию, пешеходный проход. Снег растаял и превратился в глубокую лужу, которую обычный человек пересечь сможет разве что вплавь. Вот и приходится обходить этот участок дороги окольными путями, а в магазин заходить, буквально двигаясь по стеночке. Чтобы быстрее откачать воду, инспекторы тут же вызвали Красногорскую городскую службу. Но это скорее экстренная помощь. А наказание за потоп такого масштаба у стен магазина руководителям не избежать. Штраф на должностное лицо, допустившее нарушение, составит 5000 рублей. По данному факту, повторно руководство сетевого магазина приглашено в Госантехнадзор для применения мер административного воздействия. Будет выдано протокол и предписание устранить нарушение. Здесь мы видим, кроме подтопления, замусоренность прилегающей территории мелким мусором. И по состоянию фасада тоже есть вопросы. Инспекторы надзорного ведомства возьмут этот участок пешеходной зоны под свой личный контроль. А владельцам магазина теперь придется подумать, как сделать так, чтобы вода не скапливалась у их порога. Или договориться с муниципальной службой, чтобы работы по осушению территории проводились на регулярной основе.